Нашего факультета перед этим я сказал, ребята, мы здесь вас учили не математики и физики, как вы могли подумать, мы вас учили думать и не управляют чужими деньгами уже давно. Они находятся где-то на инвестиционном кладбище. Предпринимательство далеко не всегда связано с глубоким мышлением, а очень часто с лобоумией и отвагой играют значительно больше уроков. Я вот очень умный, я читал много книг, я прошел много коучинг-курсов. Плюс еще очень большое давление во всем мире, кстати говоря, не только в России, на предпринимательство со стороны и государства, и регуляционных систем, и общества, и чего угодно. Поэтому я говорю, что нужно быть боксером, нужно принимать удары в голову, падать, вставать, драться дальше и так далее. Мне кажется, это полезно будет для людей, просто послушать реальную историю, а не то, что пишут газеты. И в России рухнут рынки, и в России рухнет рубль, и в России рухнет бизнес МНИ. Бизнес работает, мои собственные деньги работают в этом же бизнесе, генерируя 5% годовуток. Это что, удача? Ну, если бы я купил на все свои деньги биткоин лет 5 назад, я бы точно был миллиардер. Вообще, открою страшную тайну. Количество денег на рынках стало таким, что абсолютно другие механизмы стали управлять процессами. Супер. Хорошо, Андрей, начинаем интервью. Спасибо вам большое, что согласились мне его, в общем-то, дать. Это мое первое интервью. Мы с вами до этого никогда не общались, чтобы люди понимали, что у нас нет какого-то с вами социального контакта. Мы будем его налаживать в процессе нашего диалога. Но я думаю, что вы, как опытный интервьюер, опытный интервьюируемый, сможете мне помочь провести данное интервью, в общем-то, получше. Несколько слов, откуда я вас знаю. Ну, и вообще, давайте несколько слов про интервью. Интервью будет состоять. Я подготовил 4 блока вопросов. Первый блок – это несколько вам личных вопросов. Второй блок – поговорим про бизнес. Третий блок – это про несколько глобальных процессов, которые протягают в финансовой системе. И четвертый блок – это вопросы, которые не попали ни в одну из категорий. Но, как мне кажется, это достаточно интересные вопросы. А вас я знаю, наверное, с 2011 или с 2010 года, когда у вас еще был третий Рим. И я, если честно, мечтал с вами тогда поработать. Несколько раз присылал резюме. Но что-то вашего HR тогда я как-то не заинтересовал. И вы и некоторые ваши коллеги, в том числе Александр Варюшкин, по-моему, если я не ошибаюсь, такой был у вас сотрудник, были таким голосом разума, наверное, в публичном пространстве. Особенно на РБК, на фоне остальных спикеров. И поэтому третий Рим, в принципе, за счет вас, он был известен. По крайней мере, для меня он сразу выделялся. И вот если говорить про вас, то вы, помимо вашей харизмы, обладаете еще очень таким острым умом. И вот что для меня интересно вас смотреть как человека, который что-то говорит, что-то пишет. Вы всегда смотрите на вещи под несколько иным углом. То есть, вот, к примеру, есть какой-то процесс, есть общепринятая точка зрения, говорит Андрей Мовчан, и он, в общем-то, дает что-то, откуда-то оттуда какую-то точку зрения показывает. Можете ли вы дать какие-то советы, как развить подобное критическое мышление, или же это вот врожденное? Как вот вы считаете? Добрый день. Спасибо. У меня такое впечатление было, что вы задали несколько десятков вопросов уже. Ну, или, по крайней мере, у меня было желание ответить несколько десятков раз во время вашего налога. Вы можете ответить, да. Но придется отвечать на последний вопрос, потому что память у меня не такая хорошая. Я, естественно, все забыл, кроме последнего. Последний вопрос – как развить себе критическое мышление? Ну, вы знаете, мне кажется, что, во-первых, я не специалист по педагогике, поэтому это вопрос не ко мне. Если у меня и развито критическое мышление, то это благодаря людям, которые меня учили. Я учился в хороших местах в своей жизни, в очень хорошей школе в свое время учился, в 444-й в Москве учился, в университете на Мехмате МГУ. И когда я после первого курса уходил в армию, тогда после первого курса студенты уходили в армию на два года, и нас собрал декан нашего факультета перед этим и сказал, «Ребята, мы здесь вас учили не математики и физики, как вы могли подумать, мы вас учили думать. Это главное, чем мы вас могли научить, и, пожалуйста, не забывайте об этом, и используйте это во время службы в армии». То есть, в общем, это было целью образования в какой-то момент. Потом я заканчивал магистратуру университета Чикаго. Это один из самых известных университетов мира, самых крупных. Если в России мне повезло учиться у очень крупных русских ученых, то в Чикаго мне преподавали просто три лауреата Нобелевской премии за время курса. Так что один из способов развивать критическое мышление – это учиться у тех, кто умеет учить, и кто умеет преподавать, и кто сам им обладает. Ну, а другой способ, наверное, практический. Я работаю лет, наверное, 35 в своей жизни, и из них лет 30 на тех или иных менеджерских должностях, и лет 25 занимаюсь непосредственно инвестициями. Я достаточно потерял денег на рынках, чтобы обладать критическим мышлением. Здесь в данном случае, может быть, я продукт большой степени естественного отбора, даже а не приспособления. То есть те, кто вовремя не обзавелся критическим мышлением, просто не дают интервью, не находятся на рынке, не заработали денег и не управляют чужими деньгами уже давно. Они находятся где-то на инвестиционном кладбище. Поэтому, опять же, за всем, что я говорю сейчас, скрывается, вообще говоря, мое непонимание, как этого достичь. И, возможно, это и совершенно случайный дар, как, знаете, музыкальный слух бывает у людей. Вот кто-то лучше поедет, кто-то хуже. Он в этом не виноват, и его, как бы, хвалить за это тоже не стоит. Но есть у человека и есть. То есть, вот как, например, говорит Олег Тиньков, что предпринимательство – это тоже дар врожденный, что, возможно, тоже критическое мышление, вот какой-то, или какой-то образ, способ мышления – это тоже залог генетической лотереи, которую вы отчасти выиграли. Ну, предприниматель, мне кажется, это не всегда человек мыслящий. Это не… Я при этом не обижаю предпринимателей, да, не хочу, не собираюсь обижать предпринимателей. Предпринимательство – это крайне достойное занятие. Собственно, наверное, любую другую профессию можно исключить из списка, а предпринимательство не исключишь, потому что без предпринимателя мир будет просто пуст, будет нечего есть, будет там не на что жить всем. Но при этом предпринимательство далеко не всегда связано с глубоким мышлением, а очень часто слабоумие и отвага играют значительно больше уроков. То есть предприниматели, они так же, как любые активные участники нашей экосистемы, они вымирают массами. Да, просто ты оказался хуже, там, не в том месте, там, сделал неправильный ход, тебя больше нет. Тот, кто более-менее случайно оказался в правильном месте, сделал правильное действие, оказывается успешным предпринимателем. Здесь надо просто понимать, когда человек идет, скажем, в предпринимателя, говорит себе, я хочу быть предпринимателем, я собираюсь этим заниматься, я вот очень умный, я читал много книг, я прошел много коучинг-курсов, я выучил наизусть все статьи о том, как стать предпринимателем, я обладаю всей терминологией, которая есть в предпринимательском бизнесе, сейчас у меня получится бизнес, ничего подобного. Вы такой же раб, такая же жертва случайности, как и все остальные. Просто, вот, так сказать, сделали что-то правильное, интуитивно, случайно, очень хорошо работает, не сделали – не работает. Плюс, конечно, каждый предприниматель должен обладать способностями боксера, что любое предпринимательство – это всегда постоянное пропускание тяжелых ударов в голову и в корпус. Вот если вы способны под ними стоять, и даже упав в какой-то момент, вставать обратно и все равно продолжать находиться на ринге, да, вы, наверное, не безнадежны предприниматься. Если вам кажется, что предпринимательство – это когда вы создали компанию, наняли людей, инвестировали деньги и дальше получаете прибыль, то вы не предприниматель, и бизнеса у вас никогда никого не было. Раз мы его затронули, тему предпринимательства, вот у меня был вопрос из последнего блока. Вот вы, значит, ну, я его в тему, наверное, буду задать здесь. Вы по своему стилю инвестирования достаточно консервативный человек, и вот, в принципе, продукты, которые вы, значит, предоставляете для инвестирования, это достаточно такие консервативные истории. Но вот можете ли вы дать совет людям, ну, потому что любое создание большого капитала – это всегда история, когда нужно идти неочевидным путем. Это всегда, вот, как вы правильно сказали, это некая случайность. Но, возможно, есть какой-то совет, который вы можете дать людям, которые еще не обладают капиталом, которые не создали каких-то активов. Вот какой-то совет от Андрея Мовчана в плане создания большого капитала, в плане каких-то неординарных действий, которые, соответственно, приводят к неординарным результатам. Ну, вот давайте, мне кажется, этот вопрос повторяет в некотором смысле то, что я сейчас сказал, и поэтому давайте тогда разберемся очень спокойно. Значит, вот есть, например, горилла. Горилла – это человекообразная обезьяна. Самка гориллы рожает одного детеныша, как правило, очень аккуратно его растит, воспитывает. У самки гориллы есть навыки того, как это делать. Понятно, что, к сожалению, в природе там часть детенышей погибает, но, тем не менее, достаточно их выживает. Большая часть их выживает, становится крупными. Самцами или самками гориллы рождают следующих детей и живут. Вот если спросить самку гориллы, как выращивать детеныша, то она может подробно об этом рассказать, потому что там есть серьезная зависимость между тем, как ты выращиваешь этого детеныша и что из него получается. Да, а есть муха, обычная, скажем, домашняя муха. Обычная домашняя муха откладывает очень много яиц, и до взрослого состояния из этих яиц доживает одна муха из 100 тысяч. Вот если спросить муху, как ты делаешь так, чтобы, так сказать, количество мух на земле не сокращалось? Муха скажет, я просто откладываю очень много яиц, какая-нибудь да выживет. Вот, к сожалению, проблема предпринимательства заключается в том, что все мы по складу характера гориллы, а предпринимательство по роду бизнеса – это размножение мух. Предпринимательство в современной конкурентной среде, в среде, когда, что бы ты ни придумал, скорее всего, это придумал уже кто-то другой. И, скорее всего, у кого-то другого больше средств, больше возможностей, больше энергии. Ему будет больше вести, чем тебе. Ты никогда не попадаешь на вершину в этом месте. Ты где-то находишься в этом пространстве большого количества различных других игроков. Плюс еще среда очень часто меняется, плюс еще очень большое давление во всем мире, кстати говоря, не только в России, на предпринимательство со стороны и государства, и регуляционных систем, и общество, и чего угодно. Мы все время живем внутри этой дилеммы, что мы вроде как пытаемся вырастить детеныши-гориллы, а на самом деле первый год выживает сколько там? Порядка 20% компаний. Первые пять лет – порядка 1%. То есть фактически с компаниями происходит то же самое, что с мухами, а заботимся мы о них, как о детенышах и обезьянках. В этом трагедия предпринимательства. И поэтому я говорю, что нужно быть боксером, нужно принимать удары в голову, падать, вставать, драться дальше и так далее. Поэтому практический совет, наверное, не преувеличивать, во-первых, собственные возможности и способности, но и в то же время не преуменьшать. То есть то, что я говорю, не должно казаться сообщением о том, что все пропало и делать бизнес не надо. Это не так. Просто от везения, от случая зависит очень многое. Второй фактор – это ваша консистенция, это ваша способность настаивать упорно, добиваться своей цели, продвигать свою цель, несмотря на трудности, неудачи, проблемы и так далее. И только третий фактор – это насколько вы умны, насколько вы хитрые, насколько вы можете приспособиться к обстоятельствам действительно. Ну, смотрите, Андрей, вот вы как предприниматель, вы же создали, получается, ну, вы работали как менеджер, вы работали в «Тройке диалог», потом вы работали в «Ренессансе», потом у вас был «Третий Рим», и сейчас это «Мовчан Групп». И, по сути, вот, ну, вы везде были, ну, как не просто наемный сотрудник, вы все равно играли роль какого-то предпринимателя, пускай даже когда там «Тройке диалог», в «Ренессансе», и все эти проекты были успешные. То есть вот все равно, то есть с одной стороны мы понимаем, что это некая случайность, как бы непрогнозируемая, с другой стороны 4 из 4, ну, наверное, говорит о каких-то качествах, которые все-таки преобладают вот над этой случайностью. Ну, посмотрите, давайте будем справедливы. Да, вот сейчас, мне кажется, это полезно будет для людей, просто послушать реальную историю, а не то, что пишут в газете. Значит, я действительно создавал новый бизнес в «Тройке диалог». Когда этот бизнес был очень успешен, в какой-то год он принес больше 100% прибыли всей компании. Но этот бизнес был временным. Это был кризисный бизнес, бизнес на период вокруг кризиса. И если бы я не ушел из «Тройки» в 2001 году, то, очевидно, мне нужно было бы придумать что-то новое постепенно, и я бы увидел, как этот бизнес рассасывается в посткризисное время. То есть это не «Going Concern», это не предпринимательская вещь, это скорее проектная работа. Значит, в «Ренессансе» я действительно создал бизнес управления активами. Красивый, большой, отличный бизнес, который зарабатывал по 150 миллионов долларов в год выручки и был крупнейшим в Восточной Европе. И тем не менее, в начале 2009 года я оттуда ушел, и от этого бизнеса ничего не осталось в итоге. Он попал в руки людей, которые не умеют управлять, и кризис очень сильно ударил по управлению активами в России. И сам «Ренессанс», большая компания «Ренессанс» оказалась банкротой, как вы помните. То есть тоже как бы этот бизнес… Ну, понятно, что я в свое время продал акции «Ренессанса» перед кризисом, потому что я был один из немногих, кто говорил, что в 2008 году будет кризис. Другие акционеры «Ренессанса» в это не верили, выкупили мои акции с удовольствием, решили, что я сумасшедший. Но тем не менее. Я также точно «Ренессанса» руководил и достаточно хорошо развил кредитный банк. Но и опять же, во время кризиса этот кредитный банк, который стоил полтора миллиард долларов в 2008 году, во время кризиса рухнул, и там стоило что-то 200-300 миллионов в этот момент. То есть если бы я вовремя не продал свои акции на пике, то, наверное, я бы этих денег не получал. И дальше этот банк, он жив до сих пор, он работает, слава богу, там, кстати, после меня пришли очень сильные ребята им руководить, но он так и не достиг той капитализации. И это дело не во мне, это дело в том, что обстоятельства сильнее нас. Значит, «Третий Рим» был хорошей партнерской компанией, небольшой, надежный. Мы рассчитывали продать его за сотни миллионов долларов через 10 лет. Мы продали его в 2013 году за 25 миллионов долларов, потому что надвигался нефтяной кризис, и когда мы поняли, что нефть будет сильно дешеветь, и в России рухнут рынки, и в России рухнет рубль, и в России рухнет бизнес МНИ, мы решили, что мы проиграем. Мы либо останемся просто с компанией, которая ничего не стоит, либо продадим ее, пока есть возможность. И в октябре 2013 года мы получили за нее хотя бы какие-то деньги. Сейчас у меня компания, которая занимается управлением активов. Мы успешно занимаемся консервативными продуктами, действительно. У нас там сейчас уже три фонда, открывается четвертый в середине года, я надеюсь, пятый открыт до конца года. У нас удвоились активы в прошлом году под управлением. Компания прибыльная с первого года. Но при том, что сейчас происходит на рынках, можно считать нас абсолютно менее удачниками. Потому что мы в консервативных продуктах просидели и просадили наших клиентов в течение всего этого хайпа. В течение 18-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й годов. Мовчанс групп упрямо и упорно, отвернувшись лицом к стене, сидит в консервативных продуктах. В то время, как люди зарабатывают по 100% годовых, просто кидая дарт в стерку. Это удача или неудача? Вот что это? Ну, если, смотрите, если бизнес работает, я думаю, что вы сделали все правильно. Бизнес работает. Мои собственные деньги работают в этом же бизнесе, генерируя по 5% годовых. Это что, удача? Ну да, не знаю. А мог бы биткоин купить? Ну да, и быть сейчас миллиардером, наверное, да? Биткоиновым. Ну, если бы я купил на все свои деньги биткоин лет 5 назад, я бы точно был миллиардером. Хорошо, Андрей, тогда расскажите вот про вашу роль на сегодняшний день в компании, вот Мовщан Групп. Вы по-прежнему принимаете активные решения в управлении активами, либо вы уже больше как менеджер, как человек, который занимается операционной деятельностью? Я вообще открою страшную тайну. Я никогда в своей жизни не принимал активных инвестиционных решений. Моей ролью никогда не было сидеть, смотреть в экран Блумберга или делать сделки в терминале. Моя роль всегда была организовывать систему и участвовать в инвестиционных комитетах. То есть, как бы супервизировать процессы принятия решений. И сейчас, в общем, у меня такая же роль. У нас есть достаточно сильные менеджеры, которые управляют продуктами. Пожалуй, самые сильные менеджеры, наверное, которых можно сейчас на русскоязычном пространстве встретить для таких продуктов. И я участвую в каждом инвестиционном комитете. Я в каждом инвестиционном комитете, я не сплю, как старый человек на заседаниях. Я слушаю, я смотрю, я предлагаю. Я достаточно много влияю на механизм, на методику принятия решений, на процедуру, на протоколы. Я могу и достаточно часто останавливаю процесс, когда у меня более молодые ребята в энтузиазме некотором что-то хотят сделать. Я говорю, не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп. Жизнь одна, и давайте будем аккуратны. Вот это мне не нравится. Я не хочу вот этого. Но все равно у нас есть портфельные менеджеры, которые отвечают за продукты. А вот вы сказали, что вы удвоили АУМ за последний год. А сколько сейчас, если не секрет, под управлением в общем группы? Сейчас у нас немножко больше, чем четверть миллиарда. Мы к которым 100 миллионам приближаемся. Ну, я так понимаю, что именно вот стратегия по бандам, она лидирует вот по АСАД, под управлением. Нет? По активам? Где-то половина, да, в этой стратегии. А вот смотрите, ну, это суперконсервативная история. А какая стратегия сейчас привлекает больше всего инвесторов из этих трех, которые у вас есть? Куда больше всего заходит капитал? Сейчас, вы знаете, слово сейчас здесь очень точно определить невозможно, потому что еще там полгода назад было по одному, сейчас по другому. Значит, весь прошлый год лидировала с большим отрывом вот эта наша такая, скажем, стратегия банды плюс, потому что там у нас есть и кредитные продукты, и банды, и короткие опционы, и другие фонды, да. То есть, это такой, как бы, микс, объединяемый тем, что это все фиксирует в той или иной форме. Вот. Значит, весь 20-й год туда были очень большие притоки, она хорошо себя вела на фоне консервативных стратегий вообще и так далее. Значит, начиная с, наверное, декабря, больше притоки идут в нашу стратегию. И у нас есть такой фонд Absolute Return на акциях, где сочетание позиций, коротких позиций в опционах и длинных позиций в акциях. Фонд Geist, который, ну, там, действительно, там и их команда очень хорошая, там и performance очень хороший. То есть, мы сейчас бьем исторический performance S&P в этом фонде с достаточно низкой волатильностью. Вот. Вот туда сейчас приходит больше денег. И чем дальше мы от 20-го года, тем больше денег приходит в арбитражную стратегию. Что в 20-м году как-то всем показалось, что сейчас будет рекавери и надо брать продукты, которые коррелируют с рынками. А арбитражная стратегия с рынками не коррелирует. Но, несмотря на это, она с начала года сделала уже что-то больше, чем 2,5%. То есть, там она идет на 10 годовых в этом году. Вот. И туда тоже, так сказать, притоки больше сейчас, чем они были раньше. А вот смотрите, Андрей, такой вопрос. Вот я вас смотрю, как я уже сказал, там, с 2010-го или с 2011-го года, то есть, множество интервью ваших пересмотрел. И раньше вот практически все ваши выступления по рынку, когда они были связаны с какими-то прогнозами, они практически всегда заканчивались очень простой такой мыслью, что ничего не понятно, что будет завтра, и, в принципе, много рисков. Это такой, мне кажется, универсальный ответ на все времена. Сегодня ничего не понятно, что будет завтра. Завтра тоже будет непонятно. Рисков всегда много. И всегда вашим решением был такой посыл, который вы говорили, что лучшее решение на все времена – это короткие банды. Но, тем не менее, вот за последние несколько лет вы запустили два новых продукта. Это вот арбитраж и, соответственно, вот эта стратегия лонг-акции и короткие опционы. Что поменялось вот за последние несколько лет в вашем видении в целом на рынке, или же это просто бизнес-решение как расширение линейки продуктов? Ну, мы продукт это делаем под себя, в первую очередь. То есть у нас есть некое правило. Мы не запускаем продукт, если мы сами в него не инвестируем деньги. И должен сказать, что вы, конечно, подметили достаточно точно. В течение очень длинного периода времени с точки зрения консервативных продуктов не нужно было ничего, кроме как хороший, правильно сделанный портфель коротких облигаций, с проверенным кредитным качеством. Цель отдавал очень устойчивый, хороший доход, который на длинных периодах времени часто опережал индексы акций. Например, если брать, скажем, с 4-5 по 14-15 годы, вот за эти 10 лет такой портфель опережал S&P. Да, при меньшей волатинности, да? При существенно меньшей волатинности, конечно. Просто за счет того, что эти кризисы уносили у S&P куски. Ситуация изменилась в последние, наверное, 5 лет. Причем изменилась ситуация в двух смыслах. Во-первых, количество денег на рынках стало таким, что абсолютно другие механизмы стали управлять процессами. Стоимость долга стала ниже, чем адекватно. Все долги стоят, я имею в виду процентные платежи, ниже, чем адекватная плата за риск и за использование денег. При этом риска на рынке меньше не стало в кредитной области. Действительно, там периодически взрываются компании. Причем с учетом того, что рынок стал более сложным и значительно сложнее стало распределение денег крупными игроками. Мы в последнее время видим, как взрываются кредиты на рынке не в связи с тем, что сама компания очень плоха, например, а в связи с тем, что где-то в ее цепочке финансирования возникли проблемы или поменялись обстоятельства. От Гринсела до Сритекса сейчас приличные бизнесы теряют возможность функционировать, потому что кто-то где-то по дороге решил, что там, скажем, функционирование больше не соответствует правилам этого посредника. И в этом смысле кредитный анализ стал труднее. И доход на единицу, условно, вашего кредитного анализа стал сильно меньше. А параллельно рынки стали более щедры на более сложные продукты, в которых тоже можно редуцировать риски и зарабатывать доход. Те же продукты, связанные с опционами, например, в последние годы приобрели значительно большее значение, потому что ликвидность выросла. В связи с волатильностью рынков ставки по ним премии выросли. Количество хеджеров, которые готовы заплатить вам деньги за то, что вы покупаете, и их риски выросла. А механизмы анализа стали тоже более совершенными. Поэтому появилась возможность диверсифицироваться. Кроме того, большая ликвидность пришла на периферийные рынки, и в то же время на этих периферийных рынках возникло большее ограничение регулятивное. Поэтому крупные игроки, которые делали арбитраж, скажем, более-менее во всем мире, остались в тех границах, в которых они были. И, например, когда на российском рынке появились возможности хорошего арбитража, сюда просто не зашли крупные игроки. Потому что рынок там маловат, и обстоятельства соответствующие, чтобы сюда не ходить. Не хочется тратить силы на инфраструктуру ради такого размера рынка. И на рынках России, Индии, Бразилии, Южной Африки, других подобных стран, на локальных рынках комодитис, на локальных рынках валют появились возможности для успешной работы арбитражных фондов размером в сотни миллионов долларов. Поскольку это сотни миллионов долларов, а не миллиарды, не триллионы, то большая рыба как бы здесь не плавает. И вот в этих лагунах, в которых поведение инвесторов все более и более нерационально, потому что на рынках появляется все больше и больше нерациональных инвесторов. На этих рынках плюс добавляются же новые рынки. Тут же рынок криптовалют, например. Там возможность арбитража вообще огромная, потому что там нет никаких консенсусных величин, и волатильности большие, и разные биржи работают по-разному. То есть вы можете на арбитражных операциях собирать значительно более хороший урожай, даже не выходя на крупные поля. Поэтому, соответственно, и здесь появилась возможность, и уже, скажем, два года назад я честно говорил, что вот у нас есть арбитраж, есть, так сказать, там стратегии, связанные с акциями, есть стратегия, связанные с бандами плюс. И я уже не больше 50% оставляю в этой главной стратегии и по 25% другие. Потому что на рынке действительно все больше и больше появляется не очень крупных, хорошо развивающихся, интересных продуктов, опирающихся на свои нишевые преимущества, которые нуждаются в деньгах, как-то не парадоксально, да, при том, что огромный поток денег идет на рынке. И здесь можно для инвесторов зарабатывать хорошие деньги. А вы смотрите для себя развитие вот в рынок криптовалют? Вот арбитраж или же криптовалюта, это как некое теоретическое такое поле для вас? У нас есть арбитраж криптовалют, очень ограниченный, очень маленький в нашем арбитражном фонде. У нас общий лимит на позицию арбитражную 1% от фонда криптовалютных. По той причине, что там за отсутствием в арбитраже рыночных рисков стоят огромные риски технических инфраструктур. Видите, вот в последние дни прошла новость про то, что Binance там прекратил выплаты фиата, например, да. Вот попасть на такую ситуацию, да, вы можете потерять деньги. То есть вообще, если говорить о криптовалютах, да, что криптовалюта это абсолютно случайная переменная, да. Да, любая криптовалюта растет или падает под действием процессов, которые вы никогда не увидите, не прочувствуете, не поймете, не предскажете. И в этом смысле игра в криптовалюты – это, ну, такая некоторая игра в рулетку, может быть, с чуть большими шансами выигрыша, потому что здесь, вообще говоря, бинарная ситуация – либо вверх, либо вниз. Некоторые утверждают, что на самом деле криптовалюты манипулируемы, да, то есть большие игроки, серьезные, они там разгоняют валюту вверх, и в момент, когда туда набивается очень много мелких игроков, они просто роняют курс валюты и таким образом забирают эти деньги. Я не проводил анализ, у меня нет данных, я не могу утверждать, что это так, но если это так, то тогда, значит, вероятность меньше 50%. Да, ну, их тоже, но в рулетке она там, не знаю, какая вероятность, там не очень высокая, да, здесь, если она есть хотя бы 30-25, то это лучше, чем рулетка. Но все равно, в конечном итоге, поскольку это не эргодический процесс, вы ставите все время одно и то же, да, то с вероятностью менее 50% вы обречены проиграть ваши деньги рано или поздно, если вы играете в криптовалюту. В длинную, ну да. Да, ну вот, поэтому, конечно, с точки зрения просто инвестиций мы не можем себе этого позволить, потому что у нас нет никакого объяснения, почему в них надо инвестировать, а с точки зрения арбитража, да, но техническое несовершенство криптовалют заставляет нас держать очень маленькие позиции. А что еще за фонд? Вот один, вы сказали, вы сказали, два продукта у вас будет новых. Первый – это фонд оф фонд, а второй продукт новый? Второй мы запускаем с 1 июля уже. Это фонд, который будет создавать корзину очень коротких, там буквально внутринедельных опционов на ведущие мировые индексы акций. Там есть некоторые закономерности разбития этого рынка, которые они не позволят, как утверждают специалисты по теханализу, зарабатывают 20-30-50% в год и в месяц тем более, но они позволят зарабатывать хороший сингл-диджит, 6-7-8 годовых, просто за счет того, что вы как бы продаете хеджерам, которые переоценивают риски, вы как бы продаете им возможность захеджировать. То есть продажи опционов, говоря более простым языком? Да, это фактически продажа путов, очень коротких, по определенной логике с определенными вычислениями, с определенным образом структурированные сделки. При этом у нас очень высокий статус, как у крупных игроков в ведущих брокерах. Мы имеем доступ к ликвидности этих инструментов, у нас очень низкие комиссии, там комиссии достигают одного байсного пункта от премии, и есть возможность делать афера, да, то есть мы не будем вставать в стаканы с нашими бедами, мы имеем возможность собирать афера здесь, и за счет этого, поскольку там спреды огромные, за счет этого мы еще и неплохо можем зарабатывать. А что значит собирать афера, Андрей? Когда вы ходите на рынок, на рынке две группы игроков. Одни продают, выставляя афера, другие покупают, выставляя беду. То есть в данном случае, если вы идете в короткую вопсо, то вам нужна цена оффера. Вам нужно, чтобы сделали по вашей цене, по более высокой. То есть мы имеем возможность не идти за чужой ценой, а ставить свою. За счет объема, да? За счет наших объемов, за счет нашего статуса у брокеров. Они хотят от нас бизнеса, они хотят с нами работать, они дают нам возможность это делать. Все-таки там треть миллиарда, это не 5 миллионов, не 500 тысяч, как бывает у ритейл-клиентов. За счет того, что у нас достаточно опытный и хороший трейдер, у нас главный трейдер, который этим занимается, он прошел очень большую школу сетей и трейдинга в свое время, он занимался коммунити с фьючерсом, поэтому очень хорошо понимает, как торговать этими вещами. И при этом этот фонд очень консервативный. Здесь мы выставляем очень большие дисконты по страйкам, и мы не работаем в зонах вероятности больше полпроцента по экзекьюшн опционов. Наша задача – собирать тихо небольшие премии и спокойно уходить на каждые выходные без позиций. Ну да, но тут же самый главный риск в продаже путов – это как раз-таки всплеск волатильности. То есть там происходит очень большая переоценка. Например, в марте прошлого года сотни раз могла взлететь стоимость опционов. Нас не очень волнует стоимость опционов, потому что мы работаем до погашения, и у нас они очень короткие. На экспирации все равно здесь бинарно. Либо ты принимаешь актив, то есть убыток к рынку какой-то, либо ты собрал премию и пошел дальше. И поскольку мы делаем дисконты такие, что вероятность того, что мы получим актив крайне мала, а статистика, которую мы делали, включала в себя, естественно, все мыслимые и немыслимые кризисы прошлых лет, то есть мы их тоже учитываем, то риски здесь, ну статистически риски здесь меньше, чем риски дефолта облигации среднего рейса. Ну да, я с вами согласен тут. Хорошо, Андрей, вот по поводу фонда ГАЙСТ, правильно он так произносится, вот вы говорите, что он бьет S&P 500, хотя вот на вашем сайте за прошлый год он принес 4,6%, а в евро там, по-моему, даже минус. И вы, по-моему, говорили в одном из последних интервью, которое мне попалось, какой-то подкаст был, что вы очень серьезно пересмотрели изначальную стратегию по этому фонду. То есть изначально она была как стоимостное инвестирование, то есть покупка дешевых активов, сейчас это уже такая больше опцион. Я смотрел портфель, там 14%, по-моему, акции, 86% – это позиции по опционам. То есть это как бы уже совсем, наверное, не про акции, это уже больше, наверное, фонд про опционы. Почему поменяли и почему такой перформанс за 2020 год, хотя за то же время S&P 500, по-моему, 20 или 25% показал рост? Ну, у нас же не весь 2020 год был этот фонд, во-первых. Некорректно говорить про перформансы за 2020 год. Не-не, я имею в виду за тот же период, который у вас был там с июня по конец года. Да-да-да, поэтому я специально сказал, что мы говорим про исторические показатели. То есть исторически S&P 500 давал что-то около 8% годовых за последние годы, за длинный период времени, если брать. Мы сделали, естественно, больше 8 годовых за прошлый год и сильно больше в этом году сделали. В этом году, по-моему, процентов 5,5 уже за это время. И если смотреть нашу презентацию внимательно, то мы там как раз очень подробно рассказываем, что задача этого фонда показывать на длинных интервалах доходность выше среднеисторического S&P 500, сохранять позитивный ретион, когда S&P 500 уходит в минус на достаточно большую величину. И, естественно, он будет проигрывать из-за этого S&P, когда S&P делает немыслимые прыжки вверх. За последний год это уникальный в истории пример того, как S&P Skyrocket. С начала года сколько он сделал уже? Да. Какие-то там что-то 100% годовых. За этим угнаться может только сам S&P и никто другой. Мы, собственно, на это никогда не претендовали. И я, честно говоря, не помню, чтобы я говорил, что мы коренноморозом пересмотрели стратегию. Мы изначально подходили к этому фонду, как к капсулу третьего фонда, построенному на акциях. У нас изначально, даже если смотреть на первую презентацию, эту кривую по сравнению с S&P, мы закладывали, что у нас где-то 20-25% длинные позиции. И до 100, где-то 100-50-110% это позиции в опционах. Другое дело, что мы, возможно, плохо акцентировали на этом внимание, а потом стали все лучше и лучше, потому что нам приходилось в диалоге с клиентами объяснять все больше и больше, что мы на самом деле делали. Мы, собственно, никогда не выходили из консервативных продуктов. И нам было бы странно создать некий продукт, который просто, так сказать, дает бету-единиться, если мы утверждаем, что мы консервативные игроки. И я, собственно, уже сказал сегодня, что это вопрос нашего кусания локтей, битья себя полуклаком, потому что все вот это время, когда, так сказать, чем человек был глупее, тем он больше заработал, мы посидели в консервативных продуктах от большого ума, в буквальном смысле этого слова. Горе от ума, да? Как нельзя выяснить. Хорошо, Андрей, давайте поговорим про рынки. И вот что мы с вами сейчас имеем, как вы правильно отметили, что доходность за принимаемый риск в облигациях, она минимальная. Если мы посмотрим на другие рынки, на тот же фондовый рынок, риск премии тоже на исторических минимумах. И вот если мы посмотрим различные модели, ожидаемые будущей доходности, то по историческим данным, сколько стоит, например, рынок сейчас и сколько вот от таких же значений можно было бы ожидать, что рынок принесет в будущем, то все эти модели плюс-минус, понятно, что они имеют значительную погрешность, но тем не менее эти модели говорят примерно одно, что будущие доходности по любым инструментам, они будут ниже исторических. То есть что облигации, что акции, что корпоративные банды, что гособлигации и так далее. В то же время у инвесторов на сегодняшний день, я думаю, вы это прекрасно видите, ожидания будущих доходностей, они просто иксы, все хотят иксы. Если ты говоришь меньше 20, с тобой даже как-то не особо хотят общаться. Как вот вы, во-первых, первый вопрос, согласны ли вы с этими моделями, что действительно ожидаемые доходности сейчас в целом по рынку будут ниже, чем исторические средние, и что вы, как человек, занимающийся управлением активами, в кавычках продаете своим клиентам, когда они приходят с таким огромным аппетитом к риску и огромными ожиданиями по будущей доходности? Ну, давайте начнем с простого. К нам не приходят клиенты с огромными аппетитами к риску. Просто, ну, зачем в хозяйственном магазине идти за телевизором? Мы сразу говорим, мы управляем консервативными стратегиями. Я знаю достаточно много людей, вполне уважаемых, которые там прямо так и говорят, что, слушай, меня интересуют возможности, где я могу 100% продаваться работать. Я понимаю, что там есть большие риски, но вот, так сказать, я жду, пока мне принесут там очередную такую возможность. Ну, окей. Это их право. Есть определенное количество людей, которые, ну, как бы находятся вне пространства и времени. То есть они вот говорят, а я тут, я купил Facebook и заработал 50%. Видишь, какой я классный инвестор. Теперь я сам умею 50% зарабатывать. Ну, хорошо, ладно. Пока, так сказать, пока сам лоб не разбил, тебя же не переубедишь. Купи еще что-нибудь. Поэтому разговоров у нас, так сказать, много не бывает на эту тему. Мы работаем со своим продуктом, у нас есть своя клиентура. Ее, конечно, в ближайшие месяцы будет не так много, как раньше, потому что вот этот вот флёр тотальной успешности инвестирования, он присутствует. И очень многие люди, из тех, кто не очень разбирается, а также, ну, вы знаете, наверное, конечно, что есть такой слой как бы амбассадоров таких инвестирований, которые пропагандируют. Сейчас я тебя научу, ты будешь успешным инвестором. Вот это вот. Я даже, кстати, у меня здесь даже дискуссия была с человеком, который написал, в общем, очень приличную книгу по, ну, такой базовой теории инвестирования, то есть, ну, типа, так сказать, что где посчитать, да, и что как называется. И снабдил ее предисловием, где на, так сказать, двух страницах крупным шрифтом он написал, что вот если там ты, так сказать, дурак не учился, слепой и глухой, то возьми, прочти мою книгу, и через три дня ты станешь миллиардером, который, значит, зарабатывает каждый год миллиард долларов. Да, и говорит, напиши мне отзыв. Я говорю, слушай, ну, я не могу тебе писать отзыв на такую книгу, это же разводило, дико абсолютно. Ну, ты что? А иначе не будут читать, говорит. Ну, значит, не будут читать, извини, но либо ты перепишешь вступление, либо не будет моего отзыва. Да, человек переписал вступление, слава богу, да, и написал там, что вот, так сказать, читайте, учитесь, но очень много рисков, надо понимать и так далее. Вот. Поэтому, если говорить про клиентов, ну, клиенты, как всегда, разные, да, и к нам приходят те, кто хочет, в общем, консервативного управления, они его получают. А если говорить про модели рынков, один умный человек когда-то сказал, что любая модель в финансовом мире это смесь Excel и научной фантастики. И это так было, это так есть, это так будет. Совершенно бессмысленно строить эти модели. Да, никакие модели не говорили про вирус, и никакие модели вирус не говорили про то, что после него произошло. И никакие модели сегодня не скажут вам, что будет через год. Я могу вам нарисовать модель, где все упало на 50%, могу нарисовать модель, где все еще на 30% выросло, и так далее, и так далее. И поскольку мы имеем дело сейчас с системой, в которой обратные связи позитивны, и они множатся прямо на глазах, то есть возникают все новые и новые кольца обратных связей. И за счет того, что там кредита больше дается под инвестиции, и за счет того, что ставки низкие, и за счет того, что все больше и больше публики выходят на рынок, и за счет того, что появилась такая абсолютно новая вещь, как публичные инфлюенсеры типа Маска, которым достаточно просто выйти на сцену и сказать там, не знаю, Али Баба. И акция Али Бабы взлетает два раза. Почему? Что он хотел сказать? Ну вот тем не менее. Все эти кольца обратных связей сегодня работают на рост, а в какой-то момент они могут заработать на падение ровно таким же образом. И тогда падение… А падение обычно быстрее происходит, чем рост. Тогда падение будет страшным, оно будет выглядеть там как минимум как восьмой год. И тут ничего не поделаешь. Мы должны закладывать такую вероятность, а поскольку, еще раз повторюсь, мы с вами идем последовательно по инвестициям, мы инвестируем не параллельно, как бы так сказать, 10 лет, а последовательно год за год, то в каком году у вас будет минус 100, совершенно не важно, все равно вы придетесь к нулю. Поэтому в каком-то смысле модели моделями, но чем проще зарабатывать, тем опаснее это должно выглядеть для вас. Чем более глупые люди заработали деньги, тем страшнее продолжать инвестировать. То есть после дураков не зарабатывает уже никто. Если вы думаете, что вы заработаете после дурака, это не так. Зарабатывать можно только до дурака. Ну да, это хорошая такая цитата ваша. Ну смотрите, вот по поводу падения на 50%, вот следующий вопрос, такой, наверное, который лично меня интересует, вот ваше мнение. По сути, вот мы сейчас пришли к финансовой системе, ну к ММТ, то есть у нас, по сути, вот есть два ключевых ингредиента. У нас есть дефицит бюджета, который финансируют центральные банки, и у нас есть управление, скажем так, инфляцией и экономической активностью при помощи фискальных мер. То есть фактически, если в Соединенных Штатах примут закон по поводу повышения налогов, то есть у нас пазл сложится. Хоть и там Фед открещивается, говорит, что нет-нет-нет, мы как бы не про ММТ, все эти меры временные, но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Как вы видите вот вообще перспективу долговых инструментов вот в рамках ММТ? Потому что ведь в данном случае валюты получают огромный риск. Ведь, то есть если государство сможет как бы всю эту систему удерживать, удерживать инфляцию, то все окей, а если не сможет, то мы получаем огромную инфляцию и, в общем-то, обесценивание валюты. Как вот вы видите, то есть согласны ли вы с тем, что ММТ? Вообще какие у вас мысли и какие перспективы вы видите долгового рынка вот в рамках этой новой монетарной политики? Вы знаете, здесь не все просто. Нельзя все это смешивать в одну кучу. Во-первых, вы действительно правильно сказали, что рост денежной массы балансируется с дефицитами бюджета. То есть на носу стерилизация этой массы за счет того, что нужно пополнять бюджет. И налоговая стерилизация скорее всего просматривается в ближайшем будущем. При этом налоговая стерилизация естественно попадает ровно на те классы, которые выиграли от происходящего процесса в наибольшей степени. Люди, не обладавшие активами, от всех этих раздач денег не выиграли от увеличения денежной массы. Они всего лишь в каком-то смысле заместили выпадающий доход. А вот люди, обладающие активами, за счет того, что деньги, не пошедшие в оборот, ушли на фондовые рынки, они как бы, давайте будем аккуратными, они как бы все выиграли, у них стоимость активов выросла. Но, как, так сказать, во многих приключенческих фильмах вы наверняка видели, если вы попадаете на необитаемый остров, какие бы груды золота у вас не были, вы на них не сможете купить даже курицу, чтобы зажарить. И сколько бы не стоили ваши активы, если все вдруг решат их продать, они их не продадут, потому что для вас важно не сколько они стоят, а сколько за них готовы дать, за эти активы на сегодняшний день. Вот пока, опять же, пока в этой цепочке есть подогрев, пока приходят новые деньги, пока этот круг крутится и люди обмениваются активами друг с другом, делая вид, что они стоят больше, действительно создается иллюзия инфляции активов, и мы задаем себе вопрос, а если эта инфляция инфляция активов приведет к переоценке будущих доходов людьми, и они начнут больше тратить, то это же должно, по идее, вызвать инфляцию и потребление. Инфляция потребления должна вызвать рост ставок, рост ставок должен вызвать падение стоимости долгов, но и не только долгов, но и акций тоже, поскольку, когда ставки растут, у вас падает префиль. Соответственно, в этот момент у вас начнется переоценка активов вниз, раз у вас начнется переоценка активов вниз, то переоценка будущих доходов многократными людьми тоже изменится, они начнут тратить меньше в этот момент, и инфляция остановится. Это саморегулируемый процесс в данном случае. Когда инфляция не саморегулируема. Инфляция не саморегулируемая, когда у вас есть источник денег, который никак не связан с макроэкономической ситуацией. Вот, например, у вас проблемы в экономике, вы живете на импорте, вы мало что производите, вам надо кормить людей, вы печатаете деньги, им раздаете, чтобы они пошли купили импорт. В этой ситуации импорт дорожает, валюта дорожает, свои деньги дешевеют, цены растут, людям все равно надо есть, они добывают эти деньги, начинается инфляция. В развитых странах такой ситуации нет. В развитых странах 70-80% населения просто толком не может начать больше потреблять, потому что они, во-первых, не бенефицируют от такого роста активов, а во-вторых, у них потребление достаточно насыщено уже. Но если у вас сегодня на ужин курица, допустим, я вам скажу, что ваши акции выросли в два раза, вы следите две курицы на ужин? Вряд ли. Где может быть инфляция практически неограниченная? В активах и в интертейменте. Ну и тоже в интертейменте сложно, там, ну не знаю, можно билеты в театр подорожать, там в образовании может идти инфляция, она и так идет большая достаточно. Но Байден как раз достаточно разумно хочет как раз ударить по инфляции образования, чтобы не допустить ее в этом месте, и медицины, сделавши руки, субсидированная программа образования. Вот. То есть в этой ситуации можно ожидать, что инфляция станет в Америке, скажем, 3%, ну 4%. Да, почему? Потому что те самые богатые, обрадовавшись, что Тесла выросла, значит, часть акций Тесла продадут, пойдут себе что-то покупать. Те, кто им продает, заработают больше денег, они пойдут за курицей, так сказать, второй все-таки, да, не съедят ее, да, или там у них будет не сварение желудка, они пойдут к врачу, заплатят больше денег, да. У вас как бы пошел рост потребления, пошла некоторая инфляция. Но дальше она моментально приведет к коррекции рынков, она моментально приведет к тому, что у вас вырастет производство. Сейчас производственные мощности свободно достаточно, сейчас можно произвести больше, и сервисные мощности свободно достаточно. У вас количество рабочих мест в Америке сейчас создается сильно меньше прогнозов, если вы видели последние цифры. То есть, в принципе, на спрос можно ответить предложением достаточно быстро. И в этом смысле я не беспокоюсь за развитый мир, там как раз наоборот, инфляция выйдет где-то на здоровый уровень, инфляция там средняя по длинному циклу, там 3,3-4 процента американская, ну, она будет 4, ну, так сказать, велико дело, 4 процента. Да, длинные банды от этого присаживаются. Если у вас дюрация 40, то считайте, что они на там, так сказать, 80 процентов цены должны потерять. Вот. А если у вас дюрация 2 года, ну, хорошо, ну, да, ну, 5-6 процентов этот банд может потерять в цене, все равно погасится по 100 процентов, конечно. Новые банды будут приносить больший доход, и это хорошо, потому что можно будет тогда спокойной душе возвращаться к доминированию долговых инструментов, потому что у вас уже будет не так, Double B будет вам приносить не там 4,5 процента, а там 7. Healthy 7% плюс 3 конфляции, нормальная сумма. Вот. Поэтому вот я бы здесь так не пугался. Я думал, что здесь все более-менее хорошо. Хорошо. Спасибо большое за ответ. Достаточно интересно было мнение ваше вот по этому поводу. Еще такой вопрос концептуальный по поводу, ну, сейчас много обсуждений вот теоретических, тоже вот интересно ваше мнение по поводу, что же будет являться будущей ценностью. То есть вот золото, биткоин, непонятно, потому что сейчас происходят такие процессы, вот как такая серьезное направление в области инвестиций, это ESG. Появляются такие понятия, как этичные инвестиции. Компании, которые занимаются сокращением гендерного неравенства, расового неравенства, там, компании, которые там условно делают окружающую среду чище и так далее, эти компании, они получают премию капитализации. Даже если, ну, вот та же Tesla, яркий пример, компания особо ничего не зарабатывает, но вроде бы как делает мир лучше и, соответственно, там, люди голосуют своими деньгами за вот ее стоимость. Происходит ли так, потому что как раз-таки центральные банки исказили своими действиями, несколько исказили вот понимание восприятия денег, потому что, ну, вот если вы послушаете, я думаю, вы наверняка слушаете различных американских политиков, там уже идут программы, вот когда Байден говорит два, многие говорят два мало, мы хотим десять, ну, что два, два это практически плевок в лицо, давай дайте нам десять, потому что вот мы хотим то сделать и то сделать. И, соответственно, вот это восприятие ценности, оно меняется. Вот как вы смотрите на этот процесс и есть ли у вас ответ, вот что будет в будущем вот этой вот мерой ценности для всего? Ну, в каком-то смысле ответ есть. Я только не думаю, что он вас обрадует, потому что с помощью моего ответа нельзя будет заработать. Посмотрите на развитие одежды. Просто вот история развития одежды. У одежды есть абсолютно функциональное назначение. Одежда должна защищать вас от погодных условий, греть, выбирать в себя пот и грязь, в каком-то смысле нивелировать ваше социальное положение. Не знаю, молодая голая женщина привлекает слишком много внимания, поэтому ее надо одеть, чтобы она его меньше привлекала. Плюс одежда может демонстрировать ваш статус тем или иным образом. Вот натуральное назначение одежды. Если бы нормальный фундаментальный аналитик стал бы оценивать вылью одежды, он бы вот эти все факторы взял и начал смотреть. Вот ваша одежда, насколько она адекватна с точки зрения этих факторов. Решает она эти вопросы или не решает? В результате он сказал бы, что нужно инвестировать в одноцветную одежду типа худи, холщовых штанов удобных, легких, башмаков крепких и шапки-ушанки. Вот с точки зрения value investing идеальный портфель. Все проблемы решаются. Ну, или какой-нибудь узбекский батный кафтан, такой халат, потому что тоже великолепная одежда. Хорошая современная армейская форма, сделана примерно исходя из этих соображений. Да, тоже хорошо. Значит, если бы он взял в руки настоящую дорогую одежду, он бы сказал, люди совершенно сошли с ума. На рукаве зачем четыре пуговица? Ни одна из них не застегивается при этом. Они зачем потратили четыре пуговица сюда? А вот это на шее висит, на рубашке, вот это длинное такое, которое там каналии стоит 200 фунтов. Это что вообще такое? Это оно зачем? А вот это вот в конце 19-го, начале 20-го века на голове такое, как ведро перевернутое. Какая функциональность? Оно уши закрывает от холода? Или что? Или скрывает голову от попадания пули? А то абсурд же, правда? При этом дорогая одежда модельная стоит огромных денег. Несравнимо. То есть если я там одеваюсь в джинсы, худи и макосины, мне это все вместе обходится в 100 долларов. И носится ну вот у меня там сын, он как раз в возрасте, когда носит все время одно и то же. Вот он значит джинсы, худи, макосины, и значит он может одни и те же носить, пока его мама не поймает и не заберет уже грязные вещи совсем. Вот. То есть это вот называется эффективный портфель value инвесторов. Да, теперь, кстати, посмотрите, сколько стоит одежда дизайнерская, неудобная, неуместная и так далее. Почему? Потому что лишние деньги, потому что позитивные обратные связи, потому что людям надо выглядеть хорошо, потому что они себя презентуют, потому что кто-то им сказал, где-то напечатал, рассказал, что такая одежда хороша, что так надо, потому что одежда – это сигнал свой-чужой всегда. И то же самое, естественно, будет сейчас в силу того, что избыток денег на рынке огромный и избыток инвесторов на рынке тоже огромный, и инвесторы эти не обучены делать правильные инвестиции, они делают инвестиции, как Бог на душу положит. Ровно такая же ситуация будет происходить в сфере инвестиций. Будут инвестировать в то, что модно, будут инвестировать в то, что на слуху, и инвестировать будут так, что никакие реальные оценки не будут вам никак помогать. Красивый, молодой, сексуальный предприниматель создает бизнес, а заодно еще отправляет на Марс, что ли, и его компанию будут оценивать выше, чем все остальные компании мира, даже если она убыточна. Кто-то сказал, что мы должны будем заботиться об окружающей среде, особенно молодое поколение, они очень впечатлительные люди, я опять же сужу вот по своему сыну-школьнику, у него в классе, они просто фанатичные борцы сейчас за окружающую среду, за то, чтобы пакеты не брать в магазинах и так далее. Соответственно, все инвесторы пойдут вот в это самое ESG, их никак не остановишь. Это надо просто, ну, надо учитывать, что действительно этот тренд есть и будет, и будет развиваться активнее, и многие его учитывают и подогревают. Сейчас уже ESG-рейтинги стали компании большой четверки выпускать. И, в общем, здесь, видимо, для того, чтобы хорошо управлять рискованными инвестициями, нужно привлекать специалистов по модной одежде теперь. Они понимают модные тренды, они понимают, как формируются модные тренды, и они смогут таким же образом оценивать, как будут формироваться модные тренды в инвестициях. Плюс, конечно, банальная раскрутка будет работать. По крайней мере, какой-то хайп бумага будет получать, и на этом хайпе можно будет зарабатывать. Я еще раз хочу сказать, что я не могу удивительно обрадовать этими сообщениями, и не могу рассказать, как это точно делалось, потому что я как раз вот тот специалист по военной форме, я специалист по fair value. Но, тем не менее, мир меняется, действительно, мир теперь такой. Давайте тогда вот вдогонку вот к этому вопросу по поводу, вот уже блок дополнительных вопросов пошел, но тут есть как пересечение. Используете ли вы, ну вот вы, кстати, в интервью, которое я слушал в этом подкасте, вы как раз-таки говорили про бренды, что это как бы история, которую невозможно оценить, то есть мы можем посчитать там free cash flow, мы можем построить какие-то другие модели, которые, как вы тоже справедливо заметили, там не всегда в современных реалиях хорошо работают, есть понимание бренда, но никто не знает, как это считать. То есть все как бы понимают, что условно Маск, вот сколько из там 700 миллиардов долларов, или сколько там Тесла стоит 650 миллиардов, сколько Илон Маск в этой капитализации, да, какой его вес. А возможно, вы вот на сегодняшний день, как профессиональный управляющий, смотрите на такие два тренда, ну мне кажется, вы по-любому на них смотрите, как искусственный интеллект и бигдата. Используете ли вы сейчас уже что-то из этих направлений, или там как минимум планируете, то есть можете рассказать про это? У меня две плохих новости, если честно. Значит, что такое искусственный интеллект на самом деле? Искусственный интеллект ничего не может придумать, продумать, у него не может быть гениальных озарений, он не может сообразить ничего того, что в него не вложен человек. Искусственный интеллект может проделать очень много работы, которую человек делал бы очень долго, может быть, бесконечно долго. А искусственный интеллект проделает её очень быстро. Но ничего нового по сравнению с тем, что придумает человек, искусственный интеллект не придумает. И каждый раз, когда вам говорят, что у нас искусственный интеллект используется для инвестирования, ну, во-первых, вы должны понимать, что это не очень грамотные люди говорят. То есть они просто не понимают, о чем они говорят. Они имеют в виду, что у них программа написана. Вот. И, значит, вопрос, а, так сказать, насколько грамотно они инвестируют сразу. А во-вторых, надо понимать, что этот искусственный интеллект он все равно будет выполнять некоторую команду хозяина изначально. То есть ему сказали, как думать, он так и думает. Мы имеем дело на рынке с большим случайным процессом. Это не шахмат. В чем преимущество искусственного интеллекта в шахматах? Это то, что при огромном разнообразии комбинаций шахматных искусственный интеллект может очень быстро научиться хорошо играть, просто потому что он будет сам с собой играть очень долго. Он сыграет сам с собой, скажем, миллиард партий. И потом на основании этого сыгранного миллиарда партий он будет рейтинговать ходы свои, вспоминая этот миллиард партий. И вспоминая, чем закончились те или иные действия. То есть вы понимаете, как строится древовидный алгоритм. То есть вы рассматриваете, так сказать, очень много разных деревьев и потом каждый раз проверяете себя, по какому дереву я иду и какая самая оптимальная ветка была среди этих миллиардов вариантов. И, значит, оказалось, что если искусственный интеллект изучал партии шахматистов людей, то он научался хорошо играть. А когда он наплевал на партии шахматистов и стал играть сам с собой, он просто очень быстро сыграл миллиард партий и стал играть намного лучше всех шахматистов. Но инвестиционные рынки – это не шахматы. В инвестиционных рынках нет конечного варианта перебора деревьев. Инвестиционные рынки – это сплошное поле случайных величин. Здесь сколько бы ты партий не сыграл инвестиционных, у тебя объем информации не увеличивается никак. Просто потому что информация совершенно бесконечна в данном случае. И поэтому искусственный интеллект, он всего лишь может воспринять только то, что ему скажет человек. Человек скажет, я считаю, что надо инвестировать вот так, а теперь иди считай. Искусственный интеллект, данный случай, как собака, он быстро побежит и принесет тебе палочку, но палочку кидаешь все равно ты. Поэтому здесь я не переоценивал бы роль искусственного интеллекта. А когда мы говорим про бигдата, бигдата – это отличная вещь тогда, когда у вас есть зависимость будущего от прошлого. А фондовые рынки, они в своей массе, не везде, я специально говорю, не везде, но в своей массе они показывают полную независимость будущего от прошлого. Безусловно, в фондовых рынках есть крупные ниши, где эта зависимость очевидна. Например, вы можете анализировать кредитспособность компании на основании того, что вы знаете по истории компании. То есть вот здесь бигдата работает очень хорошо. Вы можете собрать действительно достаточно сложную модель, внимательно посмотреть и сказать, ну вот на основании истории такие компании банкротились с вероятностью, не знаю, полпроцента, а такие с вероятностью 100%. Это можно. Но там даже не нужно очень бигдата, там достаточно вполне себе медиум дата, то, что используют рейтинговые объекты. Рейтинговые объекты с определенной точностью все-таки эти вещи предсказывают. Не до конца, но с определенной точностью. Мы используем больше данных, чем рейтинговые объекты средние, и мы предсказываем чуть точнее, чем рейтинговые объекты. Есть данные по волатильности. Например, когда у вас очень большой период времени, и вы можете видеть как в источнике волатильности ее объема, вы более-менее можете сказать, что вот волатильность будет лежать в тех или иных пределах, есть плюс-минус та или иная связь. Везде, где вы видите нормальное распределение, или студента, везде вы попадаете более-менее в точку. Но это не очень много дает вам с точки зрения вашего инвестирования. А вот игра в, скажем, какие-то консервативные опционы, да, она на этом держится. Действительно, здесь, так сказать, история рассказывает вам о том, какие волатильности у всего этого есть. В целом, в общей массе, по большим индексам, там вы можете немножко на этом заработать, скажем. Идея о том, что вам какая-то бигдата расскажет про то, какие акции выбрать, это идея ложная. Этих экспериментов проведено немерено. Все всегда идут одним и тем же путем. Они берут исторический набор очень сложный в данных, прогоняют его через свои системы, получают функционалы, оптимизируют функционалы, получают коэффициенты, используют коэффициенты для того, чтобы построить портфель вперед, и ничего не работает. Потому что все это достаточно случайный процесс. Понял вас, Андрей. Ну, это модная тема. Я думаю, что и бигдата, и я вот... Меня лично этот вопрос интересует, как тоже человек, который занимается работой, насколько вот как бы перспектива. Но, в принципе, в чем-то наши мысли здесь совпали. Вы знаете, я бы, может быть, еще добавил, что это все очень здорово, и интересно, и модно, ровно потому, что человек любит находить закономерности там, где их нет. И современное использование искусственного интеллекта и бигдата в инвестировании, оно во многом сродни гаданию, скажем, на внутренностях жертвенных животных. Понятно, что жрец, который смотрел на внутренности жертвенных животных, у него была половина информации из внешнего мира. То есть если его спрашивали, какая будет погода, он, вообще говоря, смотрел по сторонам. Он вспоминал, так сказать, какая была погода в прошлом году, какая вообще в это время погода обычно, какой закат был вчера. То есть смотрел на объективные вещи, и половину информации как бы добавлял из того, какая печень у кролика. Но вот информация о том, какая печень у кролика, не имеет никакого отношения к вопросу, который принимается. И ровно так же здесь информация о том, какой портфель акций был бы самым успешным вчера, не добавляет вам понимания, какой будет самым успешным завтра. Смотрите на погоду, на закат, смотрите на компании, на менеджмент, на продукт, на спрос, на что хотите, но точно не на, так сказать, теханализ, бигдата, искусственные цели. Ну да. Еще такой вопрос немножко, знаете, так, добавить решил остроты нашему интервью. Значит, вопрос следующий. Значит, по поводу использования допинга в инвестициях. Значит, я вот слышал такую историю от одного белорусского IT-предпринимателя. Значит, он рассказывал мне про венчурного инвестора из России, который достаточно успешный. У него пять крупных было инвестиций, четыре экзита с эксами. Значит, что он делал, как он выбирал компанию? То есть он с различными стимуляторами стимулировал свой мозг, там, псилоцибинами, галлюциногенами и так далее. И, в общем-то, как-то предвидел, пытался, загружал, соответственно, в этот измененный свой мозг информацию и получал ответ, то есть насколько там команда эта с этим продуктом, они перспективны. Вообще, ну, уже допинг, ну, в теории, он же используется как бы везде, в шахматах, там, люди улучшают, то есть не брать, если там запрещенные какие-то препараты, то есть допинг используется везде. Вот что вы думаете вообще, существует ли допинг в инвестициях? Потому что, ну, я об этом не слышал, возможно, вы со своим опытом что-то больше об этом знаете. Нет, я никогда не об этом не слышал. Я знаю одну грустную историю, ну, такая трагическая, конечно, тогда была история про молодого человека, у которого было раздвоение личности, который этого не осознавал, и у которого была уверенность, что у него есть друг, который, так сказать, такой секретный, которого никому нельзя рассказывать, который, значит, на очень тайной работе, очень высоко в верхах, который посылал ему имейлы с предложением купить тот или иной актив периодически. И в течение нескольких лет действительно были невероятно успешные сделки и инвестиции. Но потом этот человек покончил с собой, так или иначе, так сказать, это случилось. Потому что он все-таки действительно человек был психически не вполне нормальный, и после факта он выяснилось, что он сам себе посылал ТМИ. Как ему удавалось быть таким успешным в течение этих лет, и делать только успешные инвестиции, остается психологической загадкой, естественно. Может быть, есть некая вероятность, что это чистая случайность. А может быть, действительно, его мозг, его нездоровый мозг как-то так функционировал, что он интуитивно понимал в этом измененном состоянии другой личности. Интуитивно понимал, действительно, что нужно делать очень хорошо. Но история про то, что в пьяном виде, накурившись или под грибами, можно хорошо инвестировать, я не слышал никогда. Хотя в последние годы, мне кажется, что вероятность этого повышается очень сильно. При этом, когда вы говорите про человека, который из пяти инвестиций, четыре сделаны успешными, ну что такое? Значит, надо перемножить одну вторую на четыре. Это получается сколько там? Одна четвертая, одна восьмая, одна шестнадцатая, одна тридцать вторая. И теперь это еще надо умножить на и всего. Грубо говоря, один из тридцати двух людей, по идее, должен сделать... Такую перформанс. Показать такой результат. Если у нас инвесторов в венчуры тысячи, предположим, сто тысяч, серьезных инвесторов в венчуры, посчитайте, какое количество людей покажет такой результат, совершенно случайно инвестируя. Ну да, здесь я, в принципе, с вами тоже соглашусь. Еще один такой вопрос, даже не знаю, как правильно его сформулировать. Вот, по сути, на сегодняшний день индустрия инвестиций, она двигается в сторону некого шоу-бизнеса. Ну то есть, мы с вами, по сути, сейчас тоже делаем некий формат шоу-бизнеса. Вот, насколько вы считаете это правильно? И насколько вот конкуренция, ну, условно, вот вас, как профессионала, я не буду себя называть, но я тоже неплохо разобираюсь в инвестициях, как нам, условно, вот людям, которые потратили какое-то время, как минимум, на получение знаний, на какого-то образования, это образование, конкурировать, условно, с людьми, которые имеют большую аудиторию, но очень слабый, условно, там, инвестиционный бэкграунд. То есть, вот как вот вы на все это смотрите? То есть, хорошо ли это? И вот вообще, что вы думаете по поводу конкурентных преимуществ? Потому что одно дело, когда там человек с двумя миллионами аудитории, который занимается, там, не знаю, тревел-блогингом, начинает рассказывать, что он сделал там несколько иксов на IPO, при этом не понимая, что весь период, который он сделал несколько иксов, это было снижение ставок Федрезерва и движение по вот этой вот кривой капитала, что всех вытолкнули просто туда, а что к концу года, скорее всего, эта лавочка закроется, и что будет, что средние исторические значения по IPO хуже индекса, он же это, ну, скорее всего, не знает. Вот, но тем не менее, 2 миллиона, там, или 3 миллиона аудитории дает ему возможность привлекать гораздо больше, как бы, людей на свои продукты. Вот как вот вы оцениваете вот эти тенденции, ваше мнение на этот счет? Ну, это же не уникальная тенденция для этого рынка. Человеку свойственно и верить в истории, верить в мифы и верить авторитетам. Это естественное приспособление, которое в процессе эволюции у человека образовалось. Кстати, благодаря им человек выиграл борьбу за существование, в том числе у других человекоподобных, потому что человек оказался способен объединяться в большие группы и действовать слаженно благодаря, там, мифам, которые их объединяют. Вот, поэтому, ну, что делать? Мы против своей природы, нам очень тяжело идти, хотя надо, да? Моя жена, там, как психотерапевт, человек, который много занимается социологией, говорит, что в этом и состоит суть цивилизации, что мы преодолеваем свою природу, чтобы нам было лучше. Поэтому инвесторам, всем инвесторам можно дать только один совет. Преодолевайте свою природу, и вам будет лучше. Если вы будете действовать в соответствии с природой, поезд ушел, действовать в соответствии с природой надо было 50 тысяч лет назад, а сейчас это уже вредит, и надо меняться. Вот, ну, и это же происходит не только в инвестициях. Посмотрите, гомеопатия, всякие вот эти там добавки пищевые, все эти политики популисты, да, как на них реагируют люди, а религиозные все истории, да, какие богатые церкви и религиозные течения, как много людей всерьез в этом участвуют, да, и так далее. Какая коммерция делается в церквях. Вот, все это, все это, естественно, надо это понимать, никуда ты не денешься. Мы можем занять две позиции. Мы можем с вами обидеться, отвернуться и заплакать, сказать, нас умных никто не слушает, они все плохие и глупые, да. Так сказать можно, это прибавляет самооценка, не снижает количество денег. Вот, а можно понимать, с чем мы имеем дело. Вот мы с вами сейчас, в общем, занимаемся тем же, чем занимаются эти, так сказать, блогеры, ничего не понимающие инвестиции. Потому что, как в известном фильме фраза, что, так сказать, добрым словом и пистолетом лучше, чем просто добрым словом, да, вот у нас с вами есть пистолет профессионализма, да, но доброе слово никогда не девается, оно все равно должно присутствовать. Поэтому мы делаем то же самое, что ничего не понимающие блогеры, но только мы еще что-то понимаем. Конечно, мы соберем там, можно в 10 раз меньше инвестиций, потому что мы не обещаем золотые горы, не сопровождаем все это спецэффектами, не устраиваем шоу, но свои 10% мы собираем. И мне кажется, что это тоже естественный отбор. Пусть погибнет глупый инвестор и обладится в углу. Ну да, я, кстати, так же смотрю в последнее время, я раньше как-то, знаете, переживал прям душой, ну как же ты идешь прям в лохотрон, а потом понял, что, ну, наверное, у человека лишние деньги, вот этот процесс распределения, это естественный отбор, значит, его деньги где-то они нужнее, они пригодятся, значит, больше. Хорошо, Андрей, осталось буквально у меня несколько к вам вопросов. Один из последних вопросов, такой тоже меня очень сильно волнующий. Вы очень много говорите про политику, ну, точнее, вас очень много спрашивают, наверное, так правильно говорить про политику, но лично для меня, вот я, честно признаюсь, если там в экономике, в рынках я что-то понимаю, то в политике вообще ничего я особо не понимаю. Почему? Потому что, ну, для меня политика это игра с неким таким двойным дном, то, что мы условно пытаемся делать суждения на информации, которую нам, ну, позволили увидеть, а очень многих каких-то скрытых, там, договоренностей, скрытых интересов, ну, мы о них просто-напросто не знаем. Вот, что бы вы посоветовали, вот, вообще, обывателю, ну, как повысить свое понимание политических процессов, которые протекают вокруг нас, то есть, не быть, не просто, знаете, вот там, вот там сказал, условно, там, один инфлюенсер, да, там, на том YouTube-канале, на том, что-то рассказали, сейчас же все, вы посмотрите, все там, Невзоров тоже, политика, все, это, как бы, жирная ниша, на которую приходит все больше и больше людей. Как формировать собственное мнение, как вот не запутаться вот в этой каше? Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что я о политике практически никогда не говорю. Я говорю об экономике, я говорю об этике. Экономика – это моя специальность. Здесь я могу себе позволить говорить, в этом я разбираюсь, и часто к ужасу своему, потому что я вижу, как в общественном пространстве идет дискуссия об экономике с абсолютным непониманием предмета. Об этике я тоже могу говорить, потому что этика – это вообще, как, Кант считал врожденное свойство каждого человека, и у меня оно тоже есть, некое, да, мое врожденное свойство, я про него могу рассказывать. Если мне кажется, что что-то плохо, а что-то хорошо, то мое мнение в этом смысле ничем не хуже мнению любого другого человека. Поэтому я себе позволю об этом говорить. Плюс мне не хочется, чтобы у меня в партнерах, в друзьях, в клиентах оказались люди, у которых этические принципы сильно отличаются от моих, поэтому я свои выставляю в каком-то смысле как такой желтый сигнальный фонарь, что вот, так сказать, если вам не нравится, не подходите близко. И благодаря этому, кстати говоря, я практически по фу не испытываю разочарования ни в своих коллегах, ни в партнерах, ни в клиентах. То есть мы мыслим этически более-менее похоже. И это очень удобно. А что касается политики и того, что вы говорите, что мы знаем немного и, возможно, там есть что-то такое, что мы не знаем, как мы можем судить, но мы же с вами судим в основном не про внутренние механизмы, мы судим же про результат. Помните, у Пелевина есть замечательный, не очень приличный такой, но мне он очень нравится, вопрос, что вот если вы пришли в публичный дом, и вдруг вы видите там, как мужчина с женщиной занимаются любовью, то, конечно, как честный человек вы должны предположить, что на самом деле это мужчина, это сантехник, который пришел чинить кран в публичном доме, а девушка, это его невеста, чистая, милая девушка из провинции, которая как раз приехала к нему в гости, и у них нет времени, поэтому она пришла к нему туда, где он работает, и любовь у них такая сильная, что они занялись любовью прямо здесь. Но все-таки больше вероятность, что это клиенты проститутка. То же самое в политике, понимаете, вы можете сколько угодно предполагать, что там есть что-то такое, что мы не можем понять, но, как правило, больше вероятность, что вы все-таки понимаете, о чем это речь. Ну да. Спасибо за ваш ответ. Несколько еще у меня осталось вопросов. Такой вопрос, наверное, который будет интересовать мою аудиторию точно, это вопрос по поводу вашего самого большого убытка, который вы понесли в инвестициях. Можете рассказать, что это было и почему это произошло? То есть, почему вы потеряли на конкретные инвестиции больше всего денег? Вы знаете, убытки бывают разных типов. Бывает плановый убыток, когда ты делаешь 10 ставок на очень рискованные вещи, из них что-то уходит в ноль заведомо, что-то выстреливает. И такие убытки у меня были в прошлом веке, в начале этого века, когда я инвестировал в корзины бумаг с малой капитализацией, просто понимая, что здесь либо пан, либо пропал. Либо это сильно вырастет, либо это банкротится. А тогда же очень все были турбулентные, волатильные времена, все просто зависело от приезда бандитов, решения власти и так далее. Так там какой-нибудь Курганский механический завод у меня вырос в несколько тысяч раз в портфеле в свое время. А какой-нибудь Кузнецкий металлургический просто обанковался и все. И тут особенно не о чем рассказывать, это такая стратегия инвестирования. Об этом хорошо знают инвесторы в Venture Capital бизнес. Нужно проинвестировать 50 стартапов, каждую инвестицию сделать разумно, но не палить деньги. И из них 20 точно обанкротятся, еще 10 будут компаниями, которые вернут вам деньги, а еще 10 принесут вам огромные прибыли. И это я еще хороший вариант рассказал, кстати говоря. А бывают инвестиции, которые не предполагались как убыточные и убыточными оказались. Вот таких серьезных убытков у меня наверное типа полтора-два. за жизнь и все они связаны с кредитными событиями. То есть вот до этого года буквально это была ровно одна ситуация. Один имитент за всю историю моего инвестирования, который я покупал условно по 90, закрывал по 25. Там была история, когда ничего не должно было случиться, но случилось. Знаете, как бывает в этой жизни. Что это было за компания? Это болгарский банк, у которого в капитале был ВТБ, в капитале фондомана, но главный владелец этого банка и управляющий решил баллотироваться в президента Болгарии. видимо, моя любовь к демократии и западу сыграла со мной злую шутку, потому что я бы должен был в этот момент моментально выйти из всех инвестиций, а я подумал, что Болгария, член ЕС, все хорошо. Ему очень быстро показали, как баллотироваться в президенты, от банка ничего не осталось и там действительно я потерял деньги. Ну и там вот вторая такая история сейчас разворачивается буквально на моих глазах сегодня, в 21-м году индонезийский производитель текстиля, который был у нас в портфеле и есть у нас в портфеле, мы не стали избавляться от бумаги, который почти 100% сейчас сходил на 25% тоже уже, он стоит очень мало, там реальное кредитное событие, банки не договорились с ним о том, как продлевать кредиты, это вызовало кросс-дефолт, то есть в общем на пустом месте компания, которая поставляет форму 30 странам военную, компания с великолепным бизнесом, ну там что, они не смогли договориться с банками, возник кредит-кранч и на этот кредит-кранч владельцы компании решили наши дураки, что ли, давайте мы спишем часть долга, раз вы не даете денег, так мы не будем по нему платить, давайте клуб кредиторов, мы делаем файлинг, защита, и вперед, и понестор, сейчас этот процесс идет, и здесь, то есть, наверное, если бы мы были гениальными, то мы могли это предвидеть, но мы были просто умными, и поэтому мы, в принципе, это предвидеть были не в состоянии. Но какие перспективы, есть перспективы восстановления, или скорее всего нет, или скорее всего там? Ну, какие-то есть, конечно, понятно, что кредиторы будут им объяснять, что, ребята, если вы хотите, так сказать, жить дальше, то все-таки, так сказать, нельзя так отмораживаться, вы должны хоть, так сказать, какую-то часть существенную гасить, но понятно, что компания уже почувствовала вкус, она уже поняла, что можно, так сказать, можно нанести удар по кредиторам, и они договорились вот с позицией силы, поэтому там, ну, сейчас это типа 25, ну, я, ну, может быть, 50 это будет стоить, посмотрим, да, может быть и нет, сложно сказать, но вот мы управляем кредитными портфелями, там, считается, 20 с лишним лет, там, несколько раз, там, может быть, раз 5 мы принимали небольшие улучки, в результате там каких-то движений, там, 10-15%, да, вот, один раз, вот этот вот большой удар, который был с этим болгарским банком, и вот это может оказаться вторым разом за, там, 20 лет работы. Понял вас. Хорошо, ну, и вот последний, наверное, такой даже не вопрос, это вот просто несколько советов инвесторам, вот, в сегодняшнем мире от Андрея Мовщан, что вот вы рекомендуете делать, и несколько, наверное, рекомендаций на все времена, то есть вообще, как бы, как выстраивать свой инвестиционный процесс? Ой, вы от меня хотите большего, чем я могу, если бы, если бы я знал сам, как надо выстраивать инвестиционный процесс и как надо инвестировать. Понимаете, вот 10 лет назад мы могли с той или иной долей уверенности говорить, что, ну, вот если ты много знаешь, да, то у тебя есть преимущество, и ты более-менее понимаешь, как инвестировать. вот сейчас, ты можешь знать сколько угодно, но когда выстреливает компанию, у которой тикер похож на Tesla, когда вырастает в 10 раз компания, которая просто, так сказать, в TikTok'е люди, так сказать, обменялись мнением, что нужно купить акции, да, ты, все твои знания, они, они, ты не можешь с этим никак соревноваться. Более того, значит, 10 лет назад было понятно, как будет, так сказать, на ближайшие 10 лет политика центральных банков выглядеть. Сейчас мы дошли более-менее до дна везде. Центральные банки должны менять свою политику так или иначе. Но как они ее будут менять, мы не понимаем. И так далее. Поэтому мы сейчас находимся в точке, когда, наверное, в наименьшей степени можно давать советы, на все времена остаются ровно теми же. Диверсификация, но только правильная диверсификация. Не одни и те же яйца, да, только в большом количестве, да, разные яйца все в разных корзинах. Вот. И наличие какого-то объективного преимущества дают возможность зарабатывать. То есть, если у вас есть доступ туда, куда нет других, знания, которых нет других, умения, которых нет других, да, то вы можете зарабатывать. Если вы хорошо диверсифицируетесь, то вы прилично защищены. Хотя, конечно, корреляция между всеми видами активов растет и будет расти, потому что все больше и больше инвестиций делается, так называемый, так сказать, across the board, да, то есть понемножку всюду, да, и мы даже видим, как там, скажем, растет ликвидность, растут акции и растет золото, например, что вообще невозможно само по себе было раньше, да, потому что людям в условиях ограниченной ликвидности нужно уж либо золото, либо акции, да, надо перекладываться. А здесь теперь как бы все вот на ликвидности поднимается, падает ликвидность, все на ликвидности падает. А параллельно еще уходят такие безумные инвестиции, как криптовалюта, например, которые вообще двигаются туда-сюда совершенно случайным образом, меняя при этом потоки ликвидности, на себя оттягивая, отбрасывая от себя и так далее. То есть, наверное, будьте еще более осторожны, если вы хотите рисковать, у вас сейчас возможности больше, чем когда-либо, если вы хотите сохранить деньги, у вас сейчас возможности это надо понимать. Хорошо, Андрей, спасибо вам большое за интервью. Значит, все ссылки на Андрея на Facebook, на Telegram, на YouTube вы найдете в описании, на фонд, тоже Мовщан Групп, вы также найдете в описании. Я думаю, что Андрей будет не против. Ссылку на мой Telegram-канал я тоже оставлю в описании. Да, и розыгрыш. Андрей, мы с вами договорились, что вы подарите свою книгу, она называется как пост, как правильно, пью пост. У меня на самом деле уже есть даже две книги, то есть я почти лев толстой. У меня есть книга «Россия в эпоху постправды», это просто сборник статей, там порядка 70 статей, моих собрано разных. Есть книга, которую я написал вместе с Лешей Митровым, это «Проклятые экономики», это про истории краха экономики в мире. Вторая, мне кажется, интереснее. Да, давайте вот вторую книгу тогда, я, кстати, не знал, что эта книга у вас есть. Значит, давайте вторую книгу мы разыграем за лучший вопрос Андрею Мовчан. Причем мы с Андреем договорились, что через месяц, если будет большое количество вопросов, мы сделаем интервью 2.0, и я выступлю опять в роли интервьюера, эти вопросы Андрею продублирую. И, собственно, на этом видео, если, опять-таки, вопросов будет немного, мы просто выберем победителя, и Андрей с автографом вам эту книгу, в общем-то, вручит. Еще раз спасибо большое, Андрей, за потраченное время. Мне было очень интересно с вами побеседовать. До новых с вами встреч. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok